Медаль к Великой Побезде и к ней сладкие презенты, когда неуважение труженику тыла Беслану Плиева вручают сотрудники Плиевской администрации. Уже несколько лет ветеран прикован к инвалидной коляске из-за ампутации ноги, но война научила его ценить и любить жизнь. И с терпением принимать все невзгоды. Десятилетним мальчиком он рыл окопы во время Молгобекской оборонительной операции. В этом году страдает громкость. Но когда связан с претендованием, мы сказали, что он об этом не разговорит. Я считаю что он не собирается. Я считаю, что он не делает, чтобы вы не делаете, в гости, правильно. Я считаю что они не делайте, что он не делается на золотые заднияки. Но・・・ нет, мы золотая тех пор, чтобы взять этот шагов и пугай вебитинку, и, как бы делать, это смыл. Я считаю что на данный момент, мы не делаем, что он не делается. Еще одна труженица тыла – 95-летняя Хадикатиева. Семеро детей, 14 внуков и 35 правнуков. Большая семья – ее главное богатство. Во время военных действий юная Хадикатиева готовила еду и помогала солдатам. Любовь к труду она пронесла через всю жизнь. В суровые годы войны победу ковали все, советские граждане, кроме воевавших на фронте, были и те, кто работал за станками круглые сутки напролет, растили урожай, помогали раненым солдатам. Труженики тыла вместе со всеми приближали самый значительный для всего мира и нашей страны День Победы. Поэтому каждый год радовать их своим вниманием для сотрудников ведомства – приятная традиция. В нашем селе проживает 38 тружеников тыла. Мы их периодически навещаем. Мы стараемся оказывать им внимание всячески в рамках своих возможностей. Ну и дальше будем их поддерживать и поощрять. Хотел бы поздравить наших ветеранов, пожелать им долголетия, крепкого здоровья. Это наши старики, это наши достояния. Празднику Великой Победы работники ведомства намерены вновь навестить тружеников тыла. А ветераны с удовольствием ждут их следующего визита. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.